В эфире Дороги к Свободе. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Как развивается демократия на постсоветском пространстве? Есть ли какой-то рецепт для того, чтобы добиться продолжительности и преемственности демократических процессов? Ну вот, сегодня у нас в студии собеседник, который имеет, я бы сказал, беспрецедентный опыт работы в нескольких странах. Третий президент Грузии, глава Одесской областной государственной администрации Михаил Сакашвили. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Приветствую вас. На самом деле, мы с вами говорим уже в период, когда вы неожиданно стали фигурантом грузинского политического процесса, хотя казалось, что вы из него уже ушли. Вы вас лишили грузинского гражданства, и это, очевидно, связано с политическими проблемами в Грузии. И вот возникает вопрос. Вы всегда считались человеком, который обеспечил преемственность реформ и преемственность демократического развития. Но то, что происходит в последнее время, оно вряд ли может позволить соценить ситуацию как преемственность. И вот тут важно понять, где произошел сбой? Ну, во-первых, я не только являлся или ушел из прогрузинского политического процесса, я лидер партии, которая самая популярная по всем вопросам сейчас в Грузии. И если бы выборы были завтра, она бы в честных выборах уверенно выиграла бы эти выборы и сформировала бы правительство. Во-вторых, действительно, мы не только сделали честный переход, у меня было два перехода. Первый раз, когда были массовые митинги в Тбилиси, и потом были стычки на улицах, и мы навели порядок, но потом я ушел в отсталку в результате массовых акций. И хотя такого требования не было у этой акции, у них было требование новой парламентской выборы, я сам ушел с президента, сократил свой срок на полтора года, пошел на новые выборы, выиграл с новым мандатом. То есть это была моя реакция на уличные митинги. Это потому, что когда я тут в прошлый раз был во время Майдана, Янукович тоже кричал, что Асаак Ашури же тоже разгонял. Я не разгонял, я один раз принял меры, никто не погиб, в отличие от Украины, и ушел в отсталку. И пошел на новые выборы. Если бы Янукович это сделал, это была другая история, хотя он бы, наверное, не выиграл. И второе, потом второй раз мы передали власть, хотя это не совсем честные были выборы, с нашей стороны это были честные, но с другой стороны были спецоперации ФСБ, как сейчас очень хорошо выяснилось, главный частный акционер Газпрома, миллиарды и миллиарды денег у него, 7 миллиардов было денег. Он потребовал не только на грузинский выбор, ему из России дали 2 миллиарда долларов, это то, что он получил за быструю, так называемую, приватизацию, то есть продажу своего имущества. И потом я год переходной обеспечил, чтобы они там остались на посту президента с правительством, которое меня абсолютно ненавидело. Я не очень хотел оставаться, но это было по процедуре так, я должен был процедур до конца выполнять. Потом они сказали, что как только у меня закончится президентский срок, они меня арестуют, хотя не знали еще за что. И реально под конец, после долгих поисков, они говорили, что я украл 19 миллиардов, потом нашли 4 костюма, которые моя служба купила, нашли расходы президентского офиса, который любой президент делает. Нашли, что еще они нашли? Ничего и не нашли, по большому счету. Вот это, о чем мы не приняли, превышение силы, когда я разогнал митинг, хотя после этого я пошел на выборы и победил. И там какие-то там измешнения, что какого-то депутата избили, там мафиози, кстати, урекентируясь в Прибалтике в 2004 году, в Велисе, и это сейчас, они говорят, что там я с чем-то с этим связываю, конечно, это чушь. И поэтому вот эти обвинения. Поэтому они реально знали, что предают мне обвинения. Путин и Медведев, когда менялась власть в Крузе, сказали, что придет вот новый власть, а на Саакашу и посадят. Это звучало как инструкция от людей, которые им дали 2 миллиарда долларов. Это, конечно, инструкция. И поэтому я хочу сказать, что то, чего Путин не смог достиг в 2008 году с помощью войны, он достиг с помощью демократической процедуры 2012. И это сейчас как бы кульминация этого, вот это решение гражданства. Я думаю, что ничего хорошего это им не принесет. В любом случае, в Грузии здоровые силы существуют. В любом случае, я приеду, когда захочу и когда будет для этого почва подготовлена. И в любом случае, ну, дальше управлять, при той ситуации, когда мы оставили очень здоровую экономику, которая по инерции еще начала развиваться, мы оставили много миллиардов, несколько миллиардов свободных денег, которые они сразу потратили или украли. Мы им оставили потрясающую инфраструктуру. Мы оставили страну, которая была на восьмом месте в мире по простоте введения бизнеса. Сейчас ее они опрокинули на 24-е. Мы оставили некоррумпированные институты, которые до сих пор работают. И при всем этом они ухитрились вместо двухзначной цифры роста. В этом году мы упадем на меньше 2%. Национальная валюта девальвировалась с 1,6 до 2,4, 2,5. Это очень много. И много других проблем, которые существуют в стране. В стране большая безработица, большой плохой социальный фон. Опять резко растет бедность. Люди покидают страну. Я думаю, что это очень временное явление. Поэтому лишим меня гражданства. Они пытаются перекрыть то, с чего не только ни один вопрос не решен. Но все вопросы пошли на плохое направление. Поэтому я спокойно отношусь. Я думаю, что мы должны сейчас... Они пытаются собрать главную телекомпанию независимую и лишить меня гражданства. То есть реально за год до выборов, за 10 месяцев до выборов отменить институт выборов. И сделать что-то... Вы вот и рассматриваете грузинскую политическую ситуацию как некий конфликт между вашей партией и партией Иванишвили. А между тем я наблюдаю за процессами и вижу, что очень сильно растет популярность такой партии, как Патриоты Грузии. А это такая большая, я бы сказал, организация совсем с другой идеологией, чем обе ваши партии вместе взяты. Согласитесь? Да, ну, знаете, когда страна... Когда стране бардак, то экстремизм всегда растет. Это нормальное, то есть обычное явление при этом. И поэтому каждый застой вызывает ухудшение. Это пример для Украины. Потому что все вот... Вот мы сейчас еще и последний местный выбор это показали. Что в целом электорат очень здоровый, правильный направлений мыслит. Он был фрустрирован, поэтому там одна треть всего пришла нам в выборы. Даже отмечали одну треть во многих местах. Почему? Потому что принципов выбора особого не было. Но все равно они не голосовали за плохие, они патриотические, про московские партии. Или за экстремистские. А вы не думаете, что просто украинцы еще не убедились в том, что местная власть действительно может что-то решать? На вашем, кстати, примере в том числе. И то, но с другой стороны, я чувствую, что в стране еще сейчас... Но если год еще будет продолжаться стагнация, я уверяю вас, что здесь Грузии понадобилась война. Для маленькой страны нападение 100 тысяч армий, это очень много. Мировой экономический кризис, ухудшение полностью международной обстановки. И то, 9 лет прошло, пока они привели для них хорошие силы из Москвы к власти. Здесь это может произойти гораздо быстрее, если не провести быструю реформу. Это вопрос не проведения реформы, это вопрос национальной безопасности. С другой стороны, смотрите, вы начали реформы в Грузии, а война была через сколько лет после... 2008-го. 2008-го. Вы имели мирный период. А здесь сразу после Майдана, собственно, началась война, я бы не сказал, что она уже закончилась. Я не согласен, потому что когда мы пришли, каждый день у нас почти были провокации. Каждую неделю кого-то или месяц, а для маленькой страны там много, кого-то убивали. У нас были линии соприкосновения, у нас были раны, гнющие, кровоточечные раны в двух регионах. У нас они делали теракты и в остальной Грузии, хорошо доказано, ФСБ делал все время. У нас не было ни одного мирного периода. Они бомбили нас время от времени, как бы тут приезжают, залетали, там поближе к Пилиси, вот российские. Су-24-й выкидывали помпы, допустим, на наш РЛС. Любые выкидки от Ардагана их не сбивали? Ну, нет, в принципе, нечем было сбивать. Сбивать, ну, были, украинские буки были, они как раз их пытались сорвать. Они там несколько раз залетали, мы их откручали, они бомбы опрокидывали, потом эти бомбы в огород каких-то перепуганных местных жителей бросались. А несколько раз люди погибали от них. И поэтому это все время у нас происходило. Так что у нас мирной жизни никогда не было. Вот такая маленькая война практически всегда была. А в 2008-м Путину надоело, он решил всем покончить. Он пришел со 100 тысяч армий, и он не смог зайти в Пилиси, потому что Пилиси не было. Ну, во-первых, пятой колонии достаточно количества. Во-вторых, у них международная ситуация неожиданно все равно стала на сторону Грузии. Но потом, несколько лет еще, я не осуществлю. А потом они прислали миллиардера, который там активизировали, там было минозамедленное действие. И он, олигарх, любой олигарх по своей природе, если играет в политику особенно, если особенно у него актив в России, как правило, имеет большую проблему. То есть может представлять вот такой риск. А вы не думаете, что то, что произошло в Украине с Крымом и с Донбассом, и вот сейчас, кстати, то, что происходит с ухудшением российско-турецких отношений, это вновь результат непонимания ситуации в российско-грузинском конфликте и недостаточной реакции международного сообщества на эту ситуацию. Ведь тогда многие говорили, что это просто первая ступень. А удобнее было объяснять то, что произошло лично антипатии, скажем, Путина к вам, или тем, что вы поддались на провокации Москвы. Ну вот не поддалась Украина в Крыму на провокацию. И? И что? Ну вот я об этом и говорю. И вторая, что и поддалась на провокацию Донбассе, на Донбассе сопротивляться. Поэтому, или я в кавычках поддалась на провокацию, так как они это определяли. Просто Запад не хочет ничего, когда делать, он придумывает разные. Или там, какая личная неприязнь. Я никогда, они самой ФСБ выдумывали, как будто я Путина там обзывал, там, щипал, я не знаю. Но это же чушь, противо. У нас были всегда... Может быть, это он вас не любил, а не вы его, извините? Нет, у меня всегда очень дружелюбно, ну не дружелюбно, но очень расслабленная встреча, очень вежливая. И последняя моя встреча с ним была, когда он сказал, ну мне придется, ну вот тут Косово признали эти ваши друзья, ну мне придется что-то делать по отношению к вам. Ну это не против вас, вы, ребята, это же... Тут будет чуть-чуть больно, но не так сильно больно. Но мне придется что-то сделать. Но это вы лично не воспринимаете все. Это это... А я тогда повернулся, сказал, Владимир Владимирович, вы что, давайте еще раз сядем, что вам, когда-то, нас нужно. Может, мы все ваши вопросы решим. С чего вы нам указаете? Он говорит, нет, это уже поздно. Это сейчас... А может быть, он вам правду говорит? Может быть, он в лице Грузии, или в лице Украины, или в лице Турции, он действительно борется с Западом. В целом. Две вещи. Он борелся с западными ценностями, и он воспринимал наши реформы как западные ценности. Для Путина стали большой проблемой, что какая-то маленькая Грузия, которая, по их мнению, только годилась на то, чтобы плясать, петь, и там с уликой, и лесгинку танцевать, и шашлыком жарить. Друг провела, одни из самых лучших, стала первым мировым реформатором. Это Мировой банк, так определили нас. Много лет подряд мы были номер первым реформатором в мире. Многие россияне стали задавать вопросы, а мы открыли туристы для России, мы отменили в одностороннем порядке визовой режим для них, и мы их запустили. Они видели, что у нас лучшие дороги, у нас лучшие города новой строительства, у нас нет нефти, но почему-то у нас все лучше, и в целом госслужба такая вежливая, и на границе хорошо их встречать, и денег никто не вымогает, и полиция такая совсем очень необычная для них, и действительно у нас была одна из лучших полиции в мире. И они стали задаваться вопросом, а почему в России это невозможно? Это серьезный был вопрос. На уровне Медведева, например, этот вопрос, премьер-министру задавали думе неоднократно. Он начал говорить, что Грузия, она маленькая, она незначительная, а мы большие. Потом он говорит, уже после войны, да, действительно, Саакашвили враг, но у него многому нужно получить, это его слово. И поэтому, когда они, и для них была идеологическая проблема, поэтому, но с другой стороны, для Украины будет большой проблемой, если Украина не проведет реформу. Потому что, если Украина проведет реформу, это и будет поражение Путина. Мы должны делать все для того, чтобы Украине что-то двинулось, и тогда Путина вообще ничего не сможет объяснить. Это будет началом крахаевого режима. Мы за год можем так изменить Украину, мы все вместе, если захотим, что это тогда уже Путину не они романы, ракеты уже не помогут. Третий президент Грузии, глава Одесской государственной администрации Михаил Саакашири в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Портник. Ну вот, кстати говоря, если вы говорите об украинских событиях, очевидно, что Украина за два года после Майдана не перестала быть олигархическим государством, это раз. И очевидно, что вы все время находитесь на острие какого-то олигархического конфликта, это два. Это такие две составляющие. Ну, я, может быть, у олигархов конфликт с облогой, у меня конфликт с коррупцией, у меня конфликт с схемами, а там, конечно, каждый раз плывают олигархи, ну, так получается. Но, на самом деле, ничего персонального в этом нет. Конечно, я персонально, честно скажу, не очень не люблю людей, которые дербанят Украину, это однозначно так. И они меня тоже не любят. Но вы считаете, что можно олигархов, так сказать, превратить в каких-то просто крупных бизнесменов, которые будут работать на столе? Ну, кстати, вот с Игорем Коломойским так же было, когда он стал главой Дневобетровской областной администрации, старался защитить регион от возможной инвазии России, у него, кстати, получилось. Ну, знаете, я хочу сказать, что, может быть, что-то хорошее он там сделал, но и Днепропетровцам виднее, я там был, у меня были смешанные чувства, потому что, видя, что они там туалет пошел, одновременно они захватывали какие-то компании, заводы, это я тоже видел. Но, может быть, Днепропетровцы правы, если они считают, что он там что-то полезное сделал, но любой человек, который сейчас однозначно хочет ослабить Государственные институты Украины, он, естественно, союзник врага Украины. Это так получается. Нравятся они друг другу, не нравится. Если ты хочешь ослабить Государственные институты, если ты хочешь сделать большую стряску, если ты хочешь расшатывать, если ты хочешь, чтобы ни у кого не было достаточного мандата, чтобы проводить настоящую реформу. А что такое настоящая реформа? Это то, когда на этих государственных предприятиях схемы перестанут работать. Сейчас же борьба, о чем идет? Сейчас борьба идет, там два аспекта борьбы. Какие-то группы олигархисты борются друг с другом за деньги. Кто больше украдет? В этой борьбе я не намерен быть на чьей-либо стороне, допустим, против Коломойского. Но есть вторая борьба, чтобы вообще эти деньги не крались. Вот в той борьбе я однозначно на стороне украинского государства против всех, которые крадут. Будь это Коломойский, Ахметов, я не знаю, кто это, кто Фирташ, кто бы это. Для этого украинское государство должно решиться на системные реформы. Именно на системные. А это целая проблема, потому что никто до конца не видит, так сказать, перспективы этих системных реформ. Однозначно. Я считаю, что главная проблема в чем, что в Украине произошла революция. Не было разрешения против революции. Что такое разрешение против революции? Это фундаментальные революционные изменения. И кто бы, сколько веревочек не виться, все равно сейчас неизменны большие изменения. Большие изменения, потому что сейчас я слышу, что этот премьер-министр сказал так. Никто не говорит о том, что должно меняться. Все говорят о том, где мы будем. Какая у вас будет должность. Народу это все надоест, и ни у кого не будет никакой должности. Все на этом закончится. Давайте попробуем проанализировать. Когда была революция Росгрузии, я очень хорошо помню, что она же была после парламентских выборов. И этот парламент не был полностью изменен. Вы отменили, по-моему, результаты выборов только по части округов. Да, у вас очень хорошая длинная память. Я вынужден. И тогда думал, вот с одной стороны остается большая часть старой элиты. Она внутри власти. С другой стороны, приходят к власти люди, которые тоже работали в команде Эдуарда Шеварнадзе. Вы в ней работали. Жвания в ней работал. Бурджанадзе в ней работал. Может быть, многие молодые люди, которых привели с собой, не были с этим светом. Ну, вы бы там были. В парламенте сидят люди, которые очень похожи на многих тех людей, которые в украинском парламенте остались. Тем не менее, вы можете выбрать в курс на какие-то радикальные изменения в Украине. Он дается гораздо длиннее. Может, у вас просто меньше денег тогда осталось? Да, вы правы. Совершенно правильный анализ, что Грузии просто дальше уже некуда было падать. Мы были над ней, надо было подниматься. Или мы бы просто задохнулись от воды. Но с другой стороны, мы провели то же самое было здесь. После Майдана был старый парламент. У нас тоже после революции в какое-то время часть старого парламента. Но была такая революционная энергия, что сразу мы провели очень большие изменения. И вот этого здесь не произошло. В 2014 году кто бы здесь не был в парламенте, если бы Яценюк пришел и сказал, вот у меня вот этот радикальный пакет реформ, он бы прошел. Они упустили этот шанс, во-первых. Во-вторых, когда вы говорите, да, действительно, мы были частью старой так называемой элиты. Здесь тоже часть старой элиты должна была привести новых. К концу моего президентства 90% госаппарата Грузии была полностью новой, во-первых. Во-вторых, большинство из них было моложе 30 лет. Это очень фундаментальная психологическая разница. То есть мы реально поменяли, мы под конец символично ввели, у нас был депутатский возраст 25 лет, мы снизили его до 21 года. Специально я это сделал, что как символика, что молодежь, молодежь должна прийти. Там всего один или два человека, по-моему, прошли, но это не имело значения. То, что символично мы сказали, что все, мы даем молодежи. Это, конечно, нам большие проблемы создало и с людьми старого поколения, старшего поколения. Но, с другой стороны, в Грузии пенсии выросли за входы моего президентства. Там Семил, там Ларри, по-моему, и там, да, под конец уже стабилизации. Есть и третья сторона, что эти молодые люди не смогли защитить, условно говоря, свои политические возможности. Да, но, знаете, история никогда... Моя мать-историк, она всегда любит повторять, что история не имеет прямого линии. У нас было 8 лет подъема, несмотря на все проблемы. Сейчас падение, там, 3-4 года, опять будет подъем. Поэтому главное, чтобы не было, как говорил Ленин, шаг вперед, два шага назад, а наоборот, несколько шагов вперед, всегда будет шаг назад. Всегда. Это обычный принцип истории. И так, может быть, сейчас в Украине мы тоже наблюдаем период такого шага назад, просто быстрее происходящего? Нет, сейчас мы в Украине наблюдаем период большой стагнации, который прирастет в большой откат, если не будет большое движение вперед. Сейчас еще, возможно, большое движение вперед. Или будет большое движение вперед сейчас, в декабре, в январе. Или мы откатимся, и потом опять начнется большое движение вперед, но уже без участников, большинство участников теперешнего политического процесса. Все очень просто. Они должны выбираться, с ними или без. Украина обязательно пойдет вперед. Нет этому альтернативу. А вы, кстати, как сейчас работаете в Одессе? Там тоже есть молодые люди, есть какие-то команды, с которыми вы вообще рассматриваете эти кадры? Ну, там у нас есть хорошие люди, допустим, новые кадры в прокуратуре, таможне, в сфере обслуживания граждан, в районных администрациях. 26 новых лавров районных администраций. Большинство из них очень хорошо работает. Совершенно новые люди, 7 тысяч человек участвовали в конкурсе. Это тоже факт, что людям нам доверялись. 7 тысяч человек. Вот, например, в прокуратуре были проблемы. Из-за того, что не было такого большого доверия к руководству прокуратуры, на конкурс реально пришло меньше новых людей, чем мы и ожидали. В нашем случае пришло 7 тысяч. На 26 глав районных администраций это очень много. Причем со всей Украины и украинцы со всего мира. И поэтому мы взяли многих выпускников западных вузов, там руководители больших компаний, допустим, в Африке, во Франции, в таких местах. То есть реально, реально лучшие украинцы пришли на эту должность. Поэтому обновление на фоне обязательской области, там, где мы могли сами назначить, на фоне выборов этого не скажешь. Да, это правда. Потому что сама избирательная система, она так устроена, что специально создана на местных выборах, чтобы старые элиты оставались. Хотя парламентская система так не устроена. Там есть пропорциональная система. Там можно сделать большее обновление. Я уверен, что оно не минуме наступит. А вы скажите, вот мне не очень нравится, что и прокурор Одесской области, и глава областного управления МВД, это люди вашей команды. Потому что если так разобраться, вы, конечно, можете считать, что вы святой. Ну, давайте даже согласимся, что вы святой. Но все-таки, когда нет ведь никакой возможности контроля, если это ваши люди. Я совершенно не согласен, во-первых, что это святой, я святой. Хорошо, да, мы это снимем. Во-вторых, они же не внести на последней инстанции. У них есть начальники. И есть, если дело касается, допустим, правоохранительной стороны, есть антикоррупционная служба Украины, которая, я уверен, что очень хорошо заработает. Я знаю руководящий состав там, я знаю, как они набирали людей. И это там будет большой сюрприз. На самом деле, если кто-то и хотел контролировать этот процесс, они это полностью упустили из рук. И реально туда набрали, по независимому принципу, много молодых, амбициозных следователей. И у них уже готовы дела. И мы будем видеть много сюрпризов. Не будет никаких неприкасаемых. Я за себя не боюсь, потому что коррупцию... Мы уже разрешили. Да, с коррупцией я никак не связываю. Но, 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 это не означает, что мы всегда должны быть на области, всегда очень в том числе контролировать все вокруг, потому что, знаете, ситуации бывают разные. Люди не всегда оправдывают доверие. Я в этом много раз в своей жизни видел. Так что, но ничего. А что касается в Одесской области, да, действительно, там есть часть моей грузинской команды, но очень много новых украинцев. Если по всей Украине хотя бы наполовину столько новых людей назначали, как я украинцев назначал в Одессе, то у нас была бы другая ситуация. Вот уже приближаясь к окончанию нашей программы, хочу вас спросить. Вот есть теперь общая проблема. У Грузии это Абхазия и Южная Осетия, Украина это Крым и Донбасс. Вы вообще допускаете, что эти проблемы будут в обозревом будущем разрешены? И если будут, то как? Я совершенно уверен, что будут разрешены. Я предсказал все время нападение России на Грузию, на Украину. Я предсказал Крым, я предсказал Донбасс. Это можно, много хроники существует, это можно посмотреть. Я уверен, что Россия, путинская Россия, Путин обязательно потерпит поражение. Это первые признаки уже реальные. Я считаю, что в Украине он уже потерпел военное поражение на Востоке. И следующее, это после этих всех сирийских авантюр, абсолютно безрассудных и нерациональных, после того, что происходит в Украине, следующее, это распад его режима и большие проблемы для территориальной целостности России. Страна, которая перестала уважать своих соседей, их границы, страна, которая относится к своим собственным автономикам, как колониям, а, например, с Неверного Кавказа это значит так, не может не потерять дальше контроль над этими территориями, потому что она сама себя это запланировала, сама себя это заложила в основании своей политики. Поэтому вот это будет момент, когда там будет 3-4-5 лет смуты, это неизбежно, потому что после Путина нет политического класса, который бы мог взять в свои руки, чтобы справедливость была восстановлена. Украинская Украина и все остальные, Молдова, Грузия вернула свои территории и продолжили развиваться уже с новой Россией, которая неминуемо после всех этих передвязков обязательно возникнет, даже нечестность, конечно. Но я вижу вот этот сценарий. Я не ошибаюсь, несколько раз, может я окажу справу, у меня был всегда пессимический сценарий, это более оптимистический сценарий, я думаю, что после какого-то периода пессимизма должно появиться основание оптимизма. Оно у меня уже появилось, то, что я вижу, то, что наши солдаты смогли сделать на Востоке, то, как они сейчас шею ломают в Сирии, вообще на Ближнем Востоке. Ну, Путин был, он похож на игрока, который все время ставил казино, все время выигрывал. Ну, не может, судьба, это игра, это казино. Ну, понятно, и заигрался он. И все уже, и сейчас, колесо начало останавливать другой сторон, и он быстро теряет свои фишки. Я не знаю, я никогда не играл в казино, я просто из финансов. На самом деле все не так печально, как кажется. Спасибо. Спасибо. Я хочу напомнить, что нашим гостем сегодня был третий президент Грузии, глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили. Спасибо, Михаил, что были с нами. Провел эту программу для вас Виталий Портаков. Всего вам доброго, уважаемые зрители и слушатели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин